Когда вы узнали об этом заказе, как это случилось и на какой стадии сейчас находятся работы? Было два тура, так получилось, потому что первое место выбрали привокзальную площадь пригородного вокзала. И конкурс был именно связан с этой площадью. Но потом, спустя время, оказалось, что там невозможно, и определили новое место в Заозерном возле кинотеатра «Современник». И с этим был связан второй тур конкурса, где уже были представлены немножко другие работы с архитектурной привязкой. И вот на этом конкурсе я победила. Ольга Юрьевна, раскруйте тайны создания самого памятника, самой скульптуры. Из чего он будет сделан? Конечный материал памятника Терентия Семеновича Мальцева будет в бронзе. Но сначала все скульптуры делаются из глины. И в настоящий момент уже создан каркас, величину сооружения, то есть 3,60, будет фигура 3,60 метра, сделан металлический каркас. И я уже готова поехать и приступить к созданию из глины. Все большие памятники сначала лепятся из глины. Так же, как и Тимофей Невижен, в этой же мастерской, в Средловской области, село Новоалексиевское, улетел на мастерской Ивана Дубровина. Скажите, а сколько времени это займет? А вот это самый интересный вопрос, самый таинственный. Никто из художников на самом деле до конца не знает, сколько он затратит времени. И я взяла примерно от полтора до трех месяцев, что за это время, я думаю, что я уже должна окончательно выдать результат и справиться с такой непростой задачей. Потому что Терентий Семенович Мальцев, он в нашем восприятии уже несколько пожилой человек. Мы современники его привыкли таким воспринимать. Где-то 80-90 лет он же долгожитель. Самые знаменитые фотографии как раз уже в таком образе сделаны у него. Но памятник, он не должен изображать физическую немощь. Мы же в нем видим духовную суть, да, в духовную силу. А здесь памятник, важно отобразить эту духовную силу, но и учесть возраст. То есть мне, возможно, придется взять там около 60-70 лет. То есть вот это будет очень сложная задача. Ольга Юрьевна, вот зная вас, я уверена, что наверняка при подготовке к этой работе вы немало прочли литературы Терентия Семеновича Мальцева. Вот скажите, пожалуйста, вот чем вас зацепила эта личность? Вы знаете, очень интересный вопрос. И я сама в этом копалась и искала самую суть. И к моей радости, значит, поехала в село Мальцево, попросила, чтобы мне организовали экскурсию и встречу с людьми, которые лично его знали, с ним работали. Потому что я сама, к сожалению, по возрасту не имела чести лично быть знакомой. И на этой замечательной встрече я им задавала вот такие вопросы. Какой он был, Терентий Семенович? Вот вы его лично знали, какой? Для меня это важно. Я хочу внести эту суть в памятник. И мне важно знать от вас, от первых лиц. И они, знаете, долго думали, но сказали очень удивительную фразу. Он обладал такими качествами, как простота, интеллигентность и значимость. Вот представляете? И вот с этими словами, с этим наказом с земли Мальцева вот я поеду лепить. Чтобы он был простой, интеллигентный и значимый. Субтитры создавал DimaTorzok